В России запускают новый национальный проект «Семья». Об этом заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Проект затронет тему демографии. Так, в 39 регионов страны с коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня направят 75 миллиардов рублей. А еще в России усилят борьбу с бедностью, особенно в многодетных семьях. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. В своем послании Владимир Путин затронул все возраста. Так скоро появится нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», чтобы увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Еще один посвятят молодежи. Президент касался вопросов здоровья россиян, трудоустройства, оплаты труда, инфраструктуры. Эксперты подчеркивают, послание было емким и проработанным. Вот этот план действий, он был собран из встречи Владимира Владимировича с людьми, с трудовыми коллективами, с бизнес-сообществом, предпринимателями, участниками специальной военной операции, членами семьи, молодежью. И вот все мы стали участниками и создателями этой программы развития страны, плана Путина на ближайшие годы. Большая часть выступления касалась внутренней политики. Отдельное внимание президент уделил вопросам образования и воспитания, подчеркнув важность работы с подрастающим поколением. Это коснулось тем капитального ремонта школ, возможности пересдачи ЭГЭ до конца приемной компании, финансовой поддержки школьных советников. Владимир Путин обошел и внешнюю политику, обозначив скорую демонстрацию нового ракетного комплекса и всеобщую поддержку бойцов СВО. В условиях специальной военной операции вся страна, жители всех регионов объединены вокруг Владимира Владимировича Путина, вокруг нашего лидера, нашего главнокомандующего, поддерживают бойцов специальной военной операции, поддерживают членов их семей. По оценке экспертов, тезис и послания могут войти в предвыборную программу Владимира Путина. Задачами, обозначенными президентом, вскоре займутся обе ветви власти. Так депутаты Госдумы в ближайшее время обсудят послания Путина, чтобы вписать тезисы в законодательные инициативы. Анастасия Дороган, День с толком.